сейчас смотришь да тут дело такое газета пришла я тут называть буду маркер экспресс какого числа тут все потом сейчас будем говорить и называется суд против антихриста это шестерки вот пожалуйста как есть вот она статья но я заснял она не помещается поэтому я перегибал несколько раз а потом перепечатал ее по буквам всю вот тут написано маркер экспресс номер 14 за 3 4 это апрель 2002 года страница 22 вот она идет где-то у меня считается уже неудобно тут я попросил никиту потом мы сюда вернемся вот что в этой статье написано статья непростая это уже так видно вот она как я попросил никиту прочитать вот это вот статья посмотри ради проведи по всем по этим чтобы люди могли прочитать некоторые говорят а может а подделка какая все-то проверять подделка везде может быть но дело в том что все сходится тут имена не просто так а имена место происхождения все все указано ни один свидетель и легко проверить все все ну вот теперь никита будет считать считай пожалуйста вслух а ты это с ними это считали я потом прокомментирую сверху начинает газета маркер экспресс номер 14 284 за 3 0 4 2002 года страница 22 старая маленько сдвинь со сторонку чтобы напрямую мог снимать вот туда маленько стулу да вот рядом может поставить сюда вот так а давай тогда сделаем так я возьму вот этот вот такой ящик у меня смотри как вот и оказалось он почти входит на этот я бы не знаю как назвать клавиатура или пюпитер и вот здесь подпилили маленько убрали она не входила и теперь я легко когда один утром события дня рассчитывали вот так вот раз на него и надел надел его но и дальше чего на делу дел теперь кладу три книжечки свои объема меня давай как подключим воде подойди сюда все проверили уже держи теперь только установить на это место и больше ничего не надо вот она где все передвигай самка ну ладно я буду передвигать читай суд против антихриста на судебном заседании было установлено что вы и и нн содержится число дьявола 666 федеральный суд впервые официально признал что штрих-код каждого идентификационного номера налогоплательщика содержит три шестерки знак который по библии является печатью антихриста процесс состоявшийся в городе приозерске ленинградской области стал сенсацией верующие назвали его судом против дьявола ну кто приозерске санкт-петербурге там живет но может съездить и узнать и все пожалуйста они молились чтобы господь помог восторжествовать правде и 13 христиан подавших иски против министерства по налогам и сборам выиграли суд притом фамилию указывается где то есть ну приозерске может съездить даже недалеко фамилии все есть судья виктор шелудяков вынес решение в котором признал право православных граждан стоять на налоговом учете без идентификационного номера налогоплательщика по религиозным мотивам в ходе процесса приозерске выяснилось скандальные факты оказалось что должностные лица министерства по налогам и сборам уже четыре года обманывают иерархов русско-православной церкви утверждают что в и н н нет трех шестерок что и н н не подменяет имя человека запомните что речь идет что нет трех шестерок и не подменяет имя человека зачем они это обманывали то ну людей просто успокоить потом я дам комментарий этот сейчас сделаю побольше чтобы я явно был человек кое-кому разослал это кому не верит от и не верит вот она главное три шестерки и что и на и на подменяет имя человека вот обвинение так все моим это в крещении дается и ангел придет на суд божий будет искать нас по имени не по шестеркам но и дальше назначенная судом научная экспертиза доказала и н н полностью соответствует описанию данному иоанном богословом в абакалипсис и этот полностью соответствует сейчас я буду показывать несоответствие этому полностью соответствует но дальше считаем кавычки открыты и он сделает то что всем малым и великим богатым и нищим свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их или начало их и что никому нельзя будет не покупать не продавать кроме того кто имеет это начертание или имя зверя или число имени его здесь мудрость кто имеет ум тот сочти число зверя ибо это число человеческое число его шестьсот шестьдесят шесть откровение 13 глава 16 по 18 стихи смотрите вот тут они говорят что там шестерки обнаружили 3 и н н н подменила имя человека им надо было доказать что именно три шестерки больше ничего не узнали это экспертиза скрывала зачем скрывала непонятно но здесь то говорится он сделает все малым и великим и куда свободным рабам не где-то там в каком-то уголке на бумажке сделают что начертание притом не печать а начертания вот он начертания на правую руку начало ни у кого на правую руку начало ничего не делали это на бумажке желаю я не желаю мы все под номерами а как во время когда сидели зэки еще пристали не было у них только номера не номер больше ничего никакого имени ничего не было но между собой не называли друг друга имя его никуда не делось его и дома все знают и что и заменили где-то это притяжка за уши ими никто не отнимал даже при том всем если всем то те которые борются чтобы этого не было вот на этих печати но на каждом продукте они покупают где везде везде штрих код стоит и там каждая черточка означает цифру что три шестерки доказали но больше ничего не доказывали но тут то шагнули дальше несколько все точно сходится с писанием как раз ничего не сходится и он сделает кто он где он когда его нету он еще не пришел антихрист когда придет весь мир разбит будет на 10 государств в израиле только-только смуты начинается там события дальше сядет он в храме нас он сел то назовите кто сел храма даже нету выдавая себя за бога с большой буквы как бог огонь с неба не звать ничего этого нету абсолютно нету но это подготовка идет но подготовка найдет когда электричество изобрели подготовка идет еще не возьми изобретение антихрист употребить свою пользу и телефоны каждый телефон и везде везде номер номер без номера нигде ничего нету не ищем значит будут богатые и еще в это время свободные рабы никакая демократия не уничтожит начертания на правую руку или на человек почему не на левую ответа нет а если получили ну докажите покажите где скотина на уши бирку делает а здесь на правую руку начало не бумажка в налоговость где-то там инстанции будет где-то еще тут нету нельзя не покупать и продавать но если ли которые паспорта бросили а покупают и продают ходят денег не будет запрещено будет на обмен продукты вот еще что будет здесь ничего не сходится кроме того кто имеет это начертание тот может покупать и подавать или имя зверя или число имени то есть начертание имя зверя или число имени его а как число имя каждая буква имеет цифровое значение и буквы эти сложить бывает там с кесар нейрон кесар нейрон и получается 666 у меня со мной сидел в тюрьме в одной камере лозин вот максим анатольевич вот он все имена записал какие мы знали то и родословная христа и он приклеил бумажки над собой на наверху кровать шконка и в уме решал то и нашел три сочленения вместе имя допустим пьян петр и павел первый был ян павел 2 вот такие вот ну как другие имена 32 666 дальше не продавать все покупают кроме того то есть только хотел кто имеет начертания то есть его нельзя будет продать не купить не потому что он не хочет здесь мудрость сочти число зверя то есть она по числу будет число его 666 и дальше что судья и судья председатель городского суда 55-летний виктор шелодяков выглядит крайне устало в прошлом полярный летчик он сравнивает этот процесс с долгим полетом в тумане кистине суду пришлось пробиваться целый год и сам простым жителям при озерском людям без чинов денег и связей противостояла целая система мощное ведомство формирующие бюджет государства бюджет государства полностью она формирует это налоги главной налоги министерство по налогам и сборам вот как она называется указать судья звать его как как он работал был летчик какое место узнать в течение можно даже так написать ответ придет структура которая стремится контролировать все и вся но при озерске налоговая коса нашла на камень впервые в россии по сути подписан смертный приговор и н н смертный приговор интересно судья шелодяков обязан налоговиков признать выданные ответчиком идентификационные номера недействительными вот как я судил по закону и по совести прокомментировал нам решение суда виктор васильевич исходя из приоритета конституционных прав граждан они подзаконных актов судья подошел к делу профессионально он послал запрос министерство по налогам и сборам и затребовал документацию по и н н х судья какой представьте что почувствовали столичные налоговые чиновники провинциальный судья из какого-то заштатного приозерска посмел сунуть нос самое сокровенное детище их ведомства провинциальный судья из какого-то за штатного приозерска и посмел сунуть нос самое сокровенное детище их ведомства как они там забегали табак суя как в нос как и но бога нет это пишет евгений евтушенко и кто не знает его я даже в конце покажу как они забегали там бог судья дальше и не просто в справку об и н н на основании которой принимал свое решение о благожелательном отношении русской православной церкви к этому налоговому на новшество священный синод вот кто запутан был то них обманули что там нет этого судья шелдяков потребовал технологическую документацию по и н н всю всю мы даже не представляем речь идет о сотнях страниц надо было копировать экспертиза он воспользовался своим законным правом ведь все судьи независимо от места где они работают москве петербурге приозерске или любой другой точки россии имеет федеральный статус и равные права в том числе право запрашивать нужные документы по исследуемому делу в любых ведомствах суд это последняя инстанция я допустим недовольным президента могу подать на нем суд если примет значит все и и никакие его связи не знание не помогут никак ничего это высшая инстанция не президента суд высшая инстанция папка из министерства по налогам и сборам пришла в приозерск только прошлой осенью с номерным грифом на фирменной обложке о как 400 листов на которых детально описана технология применения и н н с 400 листов судья шелудяков назначил экспертизу поставив 11 вопросов и получил ответы которые стали сенсацией вот какой летчик-то ну молодец эксперт качестве эксперта был приглашен заведующий лаборатории центра энергоинформационных технологий при государственном институте точно механики и оптики алексей платов вот я не завидно или нет тут будет вот он сети или потом отдельно показать его как он выглядит тут фотографии все тут никак нельзя что это обман такой не может быть дальше кандидат технических наук признанный специалист в этой области он изучил документацию по и н н и схватился за голову представители министерства по налогам и сборам цели направленно дезинформировали святейшего патриарха о том что в н н не числа шестьсот шестьдесят шесть в используемой налоговиками системе кодировки и и н ю пи эс идентификационный номер записанный в виде штрих-кода содержит ключевую последовательность из трех шестерок из этих трех шестерочных штрихов которые разделяют группы знаков в виде черных линий и пробелов информация попросту не читается а откуда взялась в россии эта система ответы вопросы ответ будет и ответы специально выделил черным и красным но разработали стандарт е а н в америке середине 90-х приняли его и в россии были и другие варианты без шестерочные наши чиновники выбрали именно это вот это и говорит о том что это от бога посмотрите и продал иуда за 30 серебряников а 30 серебряников то это же деньги и даже доллар когда говорят о сегодняшний доллар и который в начале века прошлого за 100 лет это разная бы разница очень большая очень большая и у них там даже говорить не надо к а это 700 лет не год а 700 лет и стоит 30 меняется цены инфляция стоимость раба не сместа как только заплатили 30 серебряников за него это раб у которого кроме деревянных башмаков ничего нету сразу цена взлетела у раба она должна бы исполниться если было бы 31 серебряник 29 это не христос так здесь шестерка и почему они избрали они они были я не говорю что не верующие может быть верующие были без шестерочные могли бы избрать не могли они не могли кто-то ими двигал они должны подогнать шестерки вот суть то какая документ во избежание обвинений в предвзятости приводим его полностью но некоторые не верят а десна мало ли еще так кавычки открыты краткие результаты экспертизы по иску о признании права состоять на учете налоговом органе без использования и н.н. вопрос 1 возможен ли учет налогоплательщиков без использования и н.н. то есть они отвечают нет никак нельзя нельзя ответ учет налогоплательщиков без использования и н.н. возможен ответ они дали этот ответ засчитали судья то сам то не специалист в этом деле дальше вопрос 2 предусмотрен ли в системе стандартный бланк свидетельства о постановке на учет, не содержащий ИНН. Ответ. Не содержащего ИНН стандартного бланка свидетельство о постановке на учет в налоговом органе равно и свидетельство об учете в налоговом органе не предусмотрено. Понимаете, как вот две женщины разговаривали, ну она при людях разговаривает, что-то давай упрекать, ах ты макрохвостка, а то это мандовожка. И вот это слово мандовожка теперь стали специально там кандидаты философских наук, там кто-то разбирать, когда было произнесено какой писатель и является ли оно оскорблением. И суд признал, что означает мандай, что означает вошка. То есть на половых органов вот эти вошки пользуются. Это оскорбление. Все, теперь уже доказывать еще не надо. Эксперты пишут, что говорить будут правильно, они подписку дают, за ложь отвечает. Я много судился и знаю это. За каждое слово. И вызывают людей и начинают. В какой обстановке это было сказано? Какое значение там фонетика? Все. Дальше. Вопрос третий. Возможно ли удаление присвоенного ранее ИНН стандартными методами? Ответ. Удаление стандартными методами присвоенного ранее ИНН невозможно. Ну мне не нравится там заменить пошел. Не заменишь уже все. Вопрос четвертый. И еще это бумажки. О бумажке. Не о людях. На них ничего нет и никто не ставит. ИНН присваивается только налогоплательщикам или всем гражданам России? Ага. Бабка какая-то дома лежит. Есть ли у нее номер-то у ней? Ответ. ИНН присваивается всем гражданам России. А не только налогоплательщикам. Дома или парализована лежит. Вопрос пятый. Заменяет ли частично или полностью ИНН в системе налогового учета персональные данные человека, включая фамилию, имя, отчество? Вот за это как раз и бьются эти. Разная там Семенов Авель ездит. Это у нас уже имени нет. Оно в Крещении дано. Отвечает. Ответ. ИНН может заменить все персональные данные человека. Данные человека. Данные, а не то, что у человека имя отнимется. Ответ можно сформулировать по-другому. ИНН для системы является именем человека. Для системы является. А не то, что у него отняли. Для системы. Для учета. Только для учета. Для учета каждая скотинка в деревне, где бы ты ни жил, каждая пшенищенка-снежинка может иметь свой номер. Хватит на все цифры. Вопрос шестой. Для чего предназначен ИНН системе учета? Ответ. Назначение ИНН безошибочное определение системы конкретного налогоплательщика. Больше ничего нет. Ни то, что нельзя ему продать, ни купить. В это входит оно похоже, но ничего нет. Ответ. Вот назначение ИНН. Точное безошибочное определение. Я вот пас овечек. У меня отец обладал памятью феноменальнейшей. Я об этом писал в Комсомольскую правду. Мы это учтем будем писать материал. Не знаю брали или нет. Он допустим 1200 овечек. Он каждую знал на память. Мало того знал когда она гулялась. То есть покрылась. Когда она зачала ИГНЕНКО. Приходит Дядь Тиша моя овечка гулялась. Гулялась такого-то числа. И вот придут начинают стричь овечек-то. Ну ходят ходят подойдут Тихон Дмитриевич овечки нашей нету. А в это время и приходят ему подают. Маленько там. Ну и в это время он стоит уже за забор держится. Он так встанет глаза откроет посмотрел а нету овечек-то пугает они бегают а она вон она холера ваша. Вот. Полуоткрытые глаза полупьяные и он ее узнает. Я не знаю как когда я пас я сделал так я думаю как я отдавать то буду я не знаю я стал по ушам у всех мер когда там бывает прорезано прямо вдоль уха скольчика уха это называется так как порина порина два бывает бывает уха как бы на три раза если сбоку то это рубчик если клинышком вырезано так и называется там клинышек дырочки то есть там много или ничего нету я тогда решил ничего нету это первое второе когда порина есть на каком ухе разбил целая лента и всех зафиксировал но думаю хозяина друг другу передают а у ней уже были эти а он на свое ну уши-то не переделать его нельзя уже так и здесь говорить не переделаешь когда разрезают ножницами то залою и его сразу там протирают чтобы она не срослась она срастить уже не может и у него бывает ухо у ней но это как у какой-нибудь там не знаю сейчас женщина юбки разрезает там спереди сбоку вот такие уши у ней у овечки-то я по этим находил и какое пятно где у овечки все данные внешне но главное это уши и наверное я свое им придумал и когда в осень начале а там тащили кто какую овечку может а я их в определенный загнали сарай и оттуда приходили ловили тянет а я поглянул овечка не ваша да как не наша не ваша у вашей белое пятно сбоку а у этой нету я пишу далеко ли нет от шеи где-то пятно нету нету он пошел там захуделая задрипанная какая-то с шалоболками а тащи-то хорошую жирную подхватил и вот это я применяю сюда назначение наверное какое безошибочное определение системы конкретного налогоплательника все определить он это или не он ни другой ли получает за него ничего нету о том что купить продать нельзя на руку нет 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 этого и нету нигде и те которые не приняли бьются то ну тогда и вы если вы получите ну купил ты хоть что-то один кирпич хлеба или гвоздь один все значит у тебя есть все это что тебе говорят у тебя когда поехал за границу чтобы не потерять паспорт вот возьми-ка в руки я шил сам вот такой мешочек руками и туда паспорт заложить а здесь чтобы в кармане он у меня и привязанный за за это вот такой и один раз у меня выпал когда я там сжигал бумаги то и повис на мне иначе бы он сгорел но этот паспорт получать приходилось там тебя через глазок фотографировали в Великобританию снимали отпечатки пальцев в один кабинет заходишь и там ну там роговицу глаз снимали но это это только для документа вот он как выглядит видно нет да вот теперь паспорт я показываю вот он паспорт первый очень толстый лист толстый такой а почему а туда заложен вот оно как она толстый такой и там где-то внутри здесь ничего нет фотографии она там где-то внутри теперь ну дальше тут какие страницы по каждой странице они есть я сейчас буду показывать и теперь вот дальше виза открытая ну вот это печати какая страна где выезжали видите как дальше виза и вот эти разные печати я просто покажу это я много-много раз мог бы ездить но так как мы пересекали границу многократно поэтому у меня много печати проехал границу Турцию проехали мы там допустим Грузию Испанию Португалию Швецию там Данию где мы были Эстония Латвия Литва везде стоят печати вот они печать тоже это тоже печать она так и называется печать вот оно где ну интересно когда вернулись ну все поняли что у меня печать все я говорю Ефрем Сирин говорит если человек примет печать почему на правую руку на щело чтобы он не мог совершить спасительного крестного знамения ну я говорю смотри я перекрестился верой во единого Господа Иисуса Христа Никео цареградский символ веры исповедуя Иисуса Христа перед народом как ну видно так уж не сумели они вас хорошо защипировать ну как хорошо хорошо еще себе мотались мотались от Владивостока до Лиссабона и не защипировали у нас ураган собака была защипирована вот все привязал и он у меня не потеряется и те которые со мной были у всех такие были паспорта а кто не ездили у них нет а в магазине мы одинаково покупаем у которых даже и они паспорт такой не видали все пошли дальше легко теперь считать я вчера это разобрал вопрос вопрос седьмой проведите анализ бланков декларации о доходах за 1997 и за 2001 года на предмет автоматического ввода информации и автоматической идентификации ответ первый на бланках декларации за 1997 год в нижнем правом углу расположишь трехход по системе БН-13 какой-то второй бланки декларации из-за 1997 и за 2001 годы предназначены для автоматического ввода данных вот для чего не то что продать купить и проще нет этого третий для действительно надежного автоматического ввода данных идентификационные номера должны быть выполнены в виде штрих-кода вопрос восьмой соответствует ли ИН требованиями стандарта автоматической идентификации ИАН Ответ ИНН полностью соответствует требованиям Стандарта автоматической идентификации ИАН Ответ какой? Вопрос 8 Вопрос 9 Тождественен ли ИНН Идентификационному номеру в стандарте ИАХ Ответ Невозможно отрицать Тождественность ИНН Идентификационного номера в стандарте ИАХ То есть не так говорит как-то Четко, а вот невозможно отрицать Возможно, да Так Вопрос 10 Содержит ли штриховой код ИАХ Сочетание 666 Ответ Идентификационный номер записанный по системе ИАХ-ЮПС В вид 1 штрих кода Содержит ключевую последовательность из трех шестерок То есть суд еще не знает про эту главу 13 Откровение апокалипсиса Он отвечает то, что вопрос поставлен И нигде не написано Даже вопрос не ставят на руку Все знают, какой вопрос руку Никого еще не ставили Иначе бы вопрос-то поставили И сказали бы А кто не имеет, можно продать или купить? Ни одного вопроса этого даже не было Дальше Вопрос 11 Какие способы записи идентификационного номера предусматривает система ИАХ? Ответ По стандартам ИАХ, идентификационный номер, помимо штрихового, текстового, электронного способа записи Предполагает радиочастотный вариант, отличающийся тем, что номер можно нанести на руку и лоб человеку Предполагает Предполагает Можно нанести, можно, но никто не нанести То есть они вплотную подошли к этому Но ничего еще этого нету Ну кто-то угрожал мне, все, оружием размахивал перед глазами Но не стрелял Ну за угрозой его могут там сказать Что ты махал-то руками, это раньше времени Общий вывод по результатам экспертизы Двоеточие Двоеточие НН В системе учета является именем человека Данным ему системой Представляет собой число, которое может быть нанесено на лоб и правую руку человека Вот почему они правую руку человека-то, чтобы не мог перекреститься Но они этого не сказали Может быть, но его нету Ну может быть Имея штриховую форму начертания При считывании которой используется ключевая последовательность 666 Эксперт Кандидат технических наук Заведующий лабораторией ЦИТ ГИТМО Платов Алексей А.П Платов Суд Исследовав все документы дела И ознакомившись с результатами экспертизы Заслушав мнение сторон Федеральный судья Виктор Шелудяков Принял решение Двоеточие Признать право обратившихся с иском граждан состоять на учете в органах налоговой инспекции без ИНН А что меняло дата? Также пользовались, которые судили, все ходили, покупали Покупать Главное определение будет, нельзя ни купить, ни продать Не написано, что-то нельзя есть Может быть, есть где-то, если ты достанешь Более того, именем Российской Федерации Суд обязал налоговую инспекцию признать недействительными ИНН тех истцов Которые ранее получили индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика И обезличивать выданные им ИНН О, они боялись этого Вот какое решение было принято Они принесли туда, где в налоговую Но тем деваться некуда Они выщеркнули, ну давай паспорт И по паспорту А которые против, там это подпольные такие ИПХ Они говорят, ну раньше паспорт был зеленый, а цвет этот красный Красный это опасно Уже не на шестерку смотрят, а на цвет То есть, ну, бред Истцы Вначале их было шестнадцать Трое впоследствии забрали свои истцы Если должно быть девять На гору туда не ходить, где Дятлова Гурпа погибла Один отстал дорогой, было десять И каждый раз погибли охотников девять Гурпа девять И тут тринадцать А тринадцать мы знаем, говорит, что? Черт, чертова дюжина Дюжина Вот тринадцатый номер, квартиры нет В Англии боятся они Двенадцатая и четырнадцатая Этаж живет, он на пятнадцатом этаже А он один этаж сбрасывает Почему? Понятно из рассказа Людмилы Маркеловой Одного из тринадцати истцов Одной из тринадцати истцов Двенадцати женщин и одного мужчины Прошедших суд до конца ИНН заставили получить на работе Сказали, что без него уволят Потом поняла, что кройте за этим номером Это отречение от своего имени От ангела-хранителя От Христа Бази, нигде отречения слова не было От своего имени, отречься Меня как звали так Зовут везде Игнатий Тихонович А у меня уже в кармане лежит И меня везде дети Все меня так называют И я от него не отрекался Это обман Дальше, от ангела-хранителя Ну это совсем уже дурю мается От ангела-хранителя Да тут мистику напускают Как это от ангела-хранителя? Как я могу отрекаться от него? Вот, возьми в руки, покажи Я молюсь каждый день И молюсь ангел-хранитель Не покинь меня в судно сейчас И в день смерти И проведи душу мою по мытарствам Веди ее навеки в вечное царство Христа Бога нашего А у меня паспорт есть И ангел-хранителю Молюсь, все Я православный? Хорошо Это обман И дальше, я от Христа Ну это вообще уже Хватили, дальше некуда А кто это? Сказать женщина, говорит А судья этих слов сказать уже не мог Шелудюков Никак Это женщины, они Ну некоторые там надумали А раньше было, что не получать паспорт От советской власти У нас тут шахтерами работали некоторые И все бросили, пожгли Лук выращивали Ну Не хочу идти за Иудой А где Иуда? Причем тут Иуда? Не хочу идти за Каином Давай дальше Не хочу идти за Саулом Ты замужем, замужем стоишь Если он верующий, тогда иди рядом За ним следом Дальше Людмиле Николаевне, 47 лет Работает продавцом Имеет двух дочерей и сына Как и другие 12 истцов Она прихожанка церкви всех святых Приозерского подворья Валамского монастыря Вот я хочу сказать Можешь взять в руки Близко так, говорится, не подходи Ну понятно, о чем речь идет Я вел занятия в Алтайском государственном техническом университете Еще 4 института В техникумах, школах, милиции, воинских частях Три радиопрограммы вел Показать, какая была у меня площадь Сколько площадок И вот вызывает меня однажды Ректор Алтайского государственного технического университета Евсигнеев Владимир Васильевич Я могу показать снимки наши, все здесь Ну он и я Ну я-то никакой Но я веду занятия в его университете А он-то доктор Там скольких там 20 докторов только он этих выпустил Какие открытия у него Замещательный человек где-то Он вот так вот идет, когда студенты где-то А я иду по корпусу Он меня увидел Вот так вот руки раскинут Игнатий Тихонович Вот так обнимет и поцелует Однажды попал я У него там собрание были Совещание профессоров А большое у него там Это Где у него кабинет-то Большой очень-то Ну он меня приоткрыли дверь А я сижу у двери Я жду прием Он увидел Встал сразу из стола Заходи А у них совещание Он прервал его И сразу к ним обращается А вы знаете кто это? Он нет Он коротко обо мне говорит Я преклоняюсь перед этим человеком Поклонился Обнял меня и поцеловал Его расположение безграничное было Это самое он делал в нашей аудитории И снимки это И как он весь в улыбке расплывшийся И он говорит Вызвал меня и говорит Тут бизнесмены Над ними смеются там Что они новые русские Ничего не знают И нужно как-то их уровень поднять Они сами это понимают Ну и Но он из Это Университет-то большой 21 тысяча студентов Из 18 стран Только здесь учатся Ну очень на хорошем счету И они хотят поднять свой уровень Я говорю Ну и что? Ну вот это Надо им провести с ними уроки Отдельно Заниматься с бизнесменами Края Ну я-то при чем? Да дело в том Что они вас выбрали Как? Ну как? Они газеты считают По радио слушают И сказали нам Дайте этого человека Они разузнали Где я веду занятия Пришли к нему Разузнали все И Ну я говорю Да какой же я Это я так только На безрыбе Рак рыба Как говорят Нет-нет Ну правда Я провел занятия Несколько Сейчас точно Не могу сказать Хотя мне кажется Это по два часа Каждый день В неделю уложился Ну и все На этом я ушел Проходит совсем мало времени Меня опять вызывают Вызывают и говорят Получите эти деньги Какие деньги? Ну вы же преподавали Ну как я веду занятия Тут 15 лет Я показал Да нет Это вот бизнесмены были А они довольные были Там один оказался Я сказал Нашей нужен был Про лагерь Какой-то Сорокин был И он Помог мне достать Мешалку Держа такая Тесто Мешать-то где-то И нам привезли Потом они Приехали Потеряевку Это все снимки у меня есть Я говорю Не знаю Ну идите получите Ваши деньги Да я что За деньги что ли Мне даже стыдно Как-то стало Ну идите получите Ну я пошел Получать-то Прихожу Она-то мне показывает Сумму Я так отшатнулся Да это не мои деньги За такой короткий срок Огромная сумма А у меня пенсия минимальная Ну это ваши деньги-то Я получил Вот это да Я пошел опять к ректору И говорит Деньги-то мне вот сколько дали Он говорит Ну значит столько и есть Да за что За ваше преподавание Я их украсил Как принес Показывал фильм О Потеряевке Златоуст Со второй строительной Это называется Златоуст из Потеряевки И Причувствие Хорошие фильмы Правда Причувствие Взял главный приз На международном киноконкурсе Документальных кино О православии Золотой Витязь И я второй Златоуст Из Потеряевки Первое место в России взял То есть это Ну знаковые Такие Их продавали Буквально в каждом Подъезде в метро Как мне сказали Все говорили Вы наверное миллионер стали С вами же Вам от каждой Продажи Я в глаза не видал Ни копейки В Америку поехал Меня все знают Знают Мы фильмы смотрели И там такой почет Оказали мне Но дело-то в том Что много Потом как-то опять Мы сидели Говорили Вот Владимир Васильевич Ко мне Обращается И говорит Знаете Что мы решили Вас наградить Медалью Вот У меня нет награды Одна награда Ну если только Можешь считать Наградой Мне нравится ленточка Она На Флаг похожа На российский Но я могу даже показать Это лично мне подарено Что я внес Какой-то вклад В Алтайский технический университет Имени Ползунова Ивана Ивановича Ну Картина какая-то Комедия Я по-другому Не могу смотреть Он говорит Вы давно преподаете Ну я сказал Сколько-то Сколько там Допустим Восемнадцать лет А сколько Я говорю Два раза в неделю По два часа Среда Вторник И пятница Вот в таком-то Четыреста десятая аудитория Корпус В Напротив Переговорного пункта Так И вам сколько платят Как платят Да я бесплатно Ну как Он говорит А вам же там заплатили Вот это Я говорю Мне попутно Скажите Владимир Васильевич Как могли Откуда сумма-то эта взялась Ну Вам звание тут такое Профессор Профессор Ну еще смеяться надо мной Профессор Так они мало сказали Профессор говорит Это не ставка Они чуть ли не Нобелевскую премию Какую-то присвоили Чтобы увеличить Там надо обосновать Чем связано И они говорят Мы университет вам не платили Это платили бизнесмены Ну у них деньги есть Еще так беспокоитесь Это интересно И он меня когда расспросил Ну а сколько получаете Я говорю Да не сколько Как 18 лет Он-то уже накинул Это по два Сколько месяцев Ой-ой-ой Так идите Получите деньги А по какой ставке Ну вам уже давали Так что по этой ставке Получать А там цифры Шестизначные Я в глаза не видал Таких денег То тогда Ну я пошел Пошел Вот тоже Ну думаю деньги Я знаю куда делать Игорю комбайн бы купил Сразу купил Отдал бы ему деньги Я пошел туда Она в окошечко Выглядывает А ваше ИНН какое? Я к чему Все рассказываю Какое ИНН? Ну ИНН-то у всех есть Я говорю А у меня нету Я не знал Что ему могут присвоить Без тебя Там лишь бы Но я у них там не был В кассе А деньги получал В другом месте До этого И наверное Я говорю Ну нет у меня Я не буду получать его Нет Получите Деньги Я не могу выдать То есть если бы я пошел К ректору То это сделали бы как-то Или подал в суд Вот Суд Я бы выиграл его Сто процентов Но я не пошел Вот Попутно Все попутно у меня Получается Есть в Москве Храм Христа Спасителя Главный храм Вот его взрывали Когда-то отстроили А рядом На этой стороне Канал Он метров 250 Там Берсенев Никола на Берсеневке Храм старинный И там Отец Егумен Кирилл Сахаров Вот Это единственный храм В Москве Который не принял ИНН Ну и он Мы приходим Когда он по телефону По стационару Звонит Что делать Говорит Сейчас там Делать ремонт Отпускать деньги Без ИНН Никак Я говорю Отец Кирилл Никакой роли Это не играет Но если можешь Упись Это пример нам Даете Пример стойкости Мужества Но он улыбнется Только И опять Проходит время Опять звонит Опять говорит Какой-то Они подъезжают С этой стороны Но не получают Не получают Также работают И молятся Там Он Из-за Московской патриархии Это не единоверческое И всю службу Одеяние Все по-старообрядчески Средство Какой в руках Вот как Он встретился Мне один Главный редактор Газеты Вечерний Барнаул Я его знаю Там Олег звать Я говорю А сколько вы получаете А он Кандидат наук Кажется Преподает И в этом же университете Я смотрю Такая маленькая цифра Я говорю А почему Я говорю Я мало так преподавал И так много Так у вас какое звание Я говорю Никакого Ну как никакого А как ставку-то вам Ну я сказал Профессора Там еще что-то Ну вот видите А у меня ничего этого нет Я просто кандидат И денег Мало платят Оказывается Я к тому говорю Что я отказался От очень большой суммы За 18 лет Я там вел занятия 18 лет Это Ну Это большая сумма При такой ставке И я отказался Легко И ушел Я делал для Бога Еще я буду где-то Где-то Душа И не потому что Душа дороже Я об этом не думал Просто Я могу людям сказать Ничего не стоит отказаться Даже что-то Зато я буду говорить Ну ты Еще не терял Без ННН Поэтому тебя бы не заплатили Мне не заплатили Но я бы в течение месяца Выиграл все процессы Там С ними И все И тем более Такие у меня связи С проректором По учебной связи Семкин Борис Васильевич Как говорит Самый умный Из профессоров Тут Мы близко-близко Знакомы Он к нам приезжал сюда Где мы молимся И все это на снимках Все это есть Все Дальше продолжай Не хочу идти за Иудой Иуду-то зачем Бедная Иуда Зачем он Дальше Людмиле Николаевне 47 лет Работает продавцом У меня двух дочерей Сына Как и другие 12 истцов Она прихожанка Церкви всех святых Приозерском подворье Валамского монастыря Когда выиграли суд То плакали от радости Рассказывает Людмила Православная Правда на нашей стороне Отец Виктор Священник церкви всех святых Радуется выигранному В суде Делу Вместе со своими прихожанами Говорит Мы все молились Чтобы Господь Вразумил судей Принесли в храм Копию Оренбургской иконы Спасителя Той что Кровоточит Она за последний год Вся залилась кровью Не спроста Все это Конечно Мы рады Что победили в суде Это важно Не только для нас Для всех людей Главное важно Важно вот как мне Допустим Выиграть этот суд Без ННН Получить деньги Веришь Что вся Россия Пойдет за нами Говорит Не от проповеди Евангелия Не от благовестия А вот этот процесс Который ничего не решает Совершенно Людмила Молитву Господу Мы начинаем со слов Во имя Отца И Сына И Святаго Духа Крестимся мы Во имя Господне Это Никто не отрицает А в ИНН Вместо данного Прекрещения имени Каждому из нас Присваивается Код В котором есть Число зверя 666 Теперь смотрите Господу Начинаем со слов Во имя Отца И Сына И Святого Духа А ее смущает Что в ней Декот Ну когда тебе надо Говорить Во имя Отца И Сына И Сына Духа Тебе не надо Бежать Дайте мне Код Я дальше Просчитай вместо Отца и Сына Это они надумали Сами Крестимся Во имя Господне Священник крестит Он же не спрашивает Какой ИНН Чтобы вместо Отца и Сына Святого Духа Просчитать номер 666 Ну Вся эта дурь Дурь И священники Радовались А ничего не было Ну доказали только то Что там В коде 666 А это уже знаковое Это значит Приближает Тому Кто придет Миллиарды людей Еще бы больше было И всем хватило бы Знаков дальше Ну что Омгорий Тельнов Жизнь Санкт-Петербург Газета Маркет Экспресс Номер 14 284 Зо 0 3 0 4 2002 года Страница 22 Все Никита благодарю Слава Иисусу Христу Так Я хотел спросить Теперь Ну ты поверил Что В ИНН Нету отречения от Христа Конечно И ты по другому не думал Я собственно и раньше Верил что нету А вот Сергей Пупков Стал говорить На паспорт За границу Там такое есть Я показал Сергей Смотри на меня Я крещусь А этот Ефрем Сирин Говорит Начертание На щело И на руку Чтобы не мог совершить Спасительного Животворящего Крестного знамения Я крещусь Он говорит Ну тут Что-то на вас Не сработало Ну потом Говорит Я покаялся Так А ну-ка Я вас проверю У тебя есть Нет Шестерка На башке Нету конечно Есть Нет А как пенсию Получаешь Ну как Еще потому ИНН обязательно есть Ты Ну без меня Дали ИНН Я заявление Писала Что я не приму А пенсии Ты не откажешься Если тебе жить не надо